Когда жемчужина Северного Кавказа, высокогорное озеро Казиноям замерзает, на лёд выходят не конькобежцы, а заядлые рыболовы. Только здесь водится уникальная эзинамская форель, которую, по рассказам историков, приезжал ловить даже император Николай II. Отличное место для рыбалки и вообще для отдыха. Но это, конечно, не единственное развлечение на одном из популярнейших курортов республики Казиноям. С наступлением зимы излюбленный вид активного отдыха – катание на санках с крутых склонов. Особенно востребован курорт среди спортсменов. В выходные в отеле нет свободных номеров. Приехал, что здесь вообще отличные места. Отличные места, замечательные. Считанные дни остаются до торжественного открытия всесезонного туристического комплекса «Ведучи». Сейчас в основном идут пусконаладочные работы. Полностью готова канатная дорога, а также горнолыжные спуски. Пока их здесь два – учебные и детские. Всего же запланировано 19 трасс. Осталось только заснежить все эти трассы, установить те заградители, которые уже после снега устанавливаются. Завершается строительство гостиницы и сервисного центра. Мы купили колокольчик, вот везем подарок от Грозного в Крым. Но больше всего туристов по-прежнему в Грозном. Здесь главные достопримечательности. В их числе высотный комплекс Грозной Сити и, конечно, одна из крупнейших мечетей в Европе – сердце Чечни. Я первый раз в Чеченской республике, но меня произвела на очень хорошее впечатление. Люди гостеприимные.